Итак, это анализ рынка на 4 августа, время 8.58. Постараюсь вкратце все рассказать как есть. Где-нибудь минут на 15 максимум постараюсь записать данный обзор, потому что 30 минут слишком, мне кажется, много. Рыночный фонус сегодня такой. Азия в лютом плюсе, фьючерсы на США в умеренном плюсе, нефть немного откатилась в минус. Короче, на ММВБ сегодня будет рост. Начну с обозрения новостей касательно облигаций компании PIONEER. Там появился новый глава предприятия Леонид Максимов и по факту он теперь стал единственным владельцем группы компании PIONEER. То есть на этом факте облигации на компанию PIONEER могут сегодня активно подрастить именно на такой позитивной новости. Поэтому спекулянтам в рынке долговом есть сегодня наводка, на чем можно заработать. Далее новость в основании экономики РФ до кризисных уровней будет по прогнозу Банка России происходить синхронно с остальным миром, даже в случае сохранения текущих уровней цен на нефть. И возможно, что оно остается несколько быстрее. То есть к 2022 году, как база вождается БРФ, восстановление показателей ВВП в сравнении с среднемировыми станут. То есть восстановление экономики в любом случае будет, и первые его зачатки будут скорее всего в конце 2020 года уже. То есть 2020, 2021 и так по нарастающей, чтобы хотя бы выйти на докризисные уровни. Ну, года полтора придется еще подождать. Потому что основной эпопею с этим коронавирусом, уж если так логически помыслить, то завершится на году 2021. Потому что сейчас вакцины готовятся вплотную, потом будут людей вакцинировать. Презентуют вакцину уже сейчас. Центр Гамалеи в России уже сейчас вакцину выпускает в рынок. С октября она будет доступна вообще всем. В мире те же самые ситуации. Вакцина от Pfizer, BioNTech выходит именно осенью. Так что риски хоть сейчас в рынке и остаются, чисто экономически из-за издержек коронавируса. Но новую эпопею с самоизоляциями я все-таки надеюсь, что президенты разных стран водить не станут. Даже с учетом нынешнего роста заболеваний. Потому что это чревато крахом всех экономик и входам всего мира в экономическую депрессию. Ну, будем надеяться на лучшее. Далее, по итогам первого полугодия 2020 года эффективность банковского сектора, то есть деятельность банковского, снизилась почти на 4% пункта до 7,5%. Падение значительно, причем эффективность банковского бизнеса уверенно снижается, даже без учета ухудшения активов и необходимости увеличения резервов. Но! Важное но! Прежде всего затронуты небольшие банки. То есть средние и малые банки, которые сокращают стабильный доход, на фоне снижения ставок. Отмечу сразу то, что такие госбанки, как ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Открытие и прочие госбанки, они под удар сильно не попадают. Почему? Потому что у них куча резервов на абсорбирование разных убытков, то есть дыр в кредитных договорах. Ну, например, сейчас есть такая локальная тенденция, назовем так, на то, что кредитные каникулы у людей подходят к завершению, и по долгам вновь надо платить. Не все могут сейчас платить по долгам, потому что из-за этой сраной эпописы, сраной самоизоляции, которую вел Солнцеликий, потеряли работу многие. Очень многие. Многие бизнесы обанкротились по стране, и поэтому рабочие места, то есть рабочие руки свободные, а бизнес в заднице. Вот могу так сказать. На фоне чего народ сейчас и бьет, скажем так, по шарам весь банковский сектор, опять же, не в массовом порядке, а именно в локальном порядке, путем увеличения просрочек по кредитным договорам. Поэтому про дивиденды в 2021 году по банковскому сектору можно забыть. То есть в Сбербанке они будут, скорее всего, минимальные. ВТБ там вообще, наверное, копейки выплатят. Почему? Потому что все эти резервы, которые находятся в банках сейчас, они направлены на абсорбирование убытков. То есть если бы не было вот всего этого дерьма, да, в виде роста просрочек по кредитам, то ладно, хорошо. Из этих резервов отправились бы деньги на выплату дивидендов. По законодательству так можно сделать, по закону, естественно. Но коли уж такая ситуация сейчас появляется, и, в принципе, об этом тоже я ранее свои опасения рассказывал, то абсорбирование убытков будет. То есть из резервов с целью закрытия кредитных дыр. Увы, господа, это рынок. По-другому никак. Далее доклад о кредитной денежной политике со стороны Центрального банка. Я это взял на самом сегодня Центральном банке сайте. И первый момент. ЦБРФ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняется риск отклонения инфляции вниз от уровня 4% в 2021 году. То есть, что Сахибзадана говорит? Она говорит о том, что мы будем снимать ключевую ставку и дальше. То есть, такими намеками она буквально жирно намекает на это. Сейчас процент ставок составляет 4,25 байсных пункта. Ну, куда-нибудь до уровня 4% как минимум снизит. Вот пойдет ли ставка ниже куда-нибудь к уровню формальной инфляции. Формальной, не фактически, а формальной. Блин, сказать трудно. Куда-нибудь к уровню 3,75. Пока трудно сказать, но 4% ключевой ставки мы еще видим. И вот на этом фоне для спекулянтов в долговом рынке, в рынке облигаций есть идея просто. Вот на фоне снижения ключевой ставки такие ОФЗ 26 и 29 года их будут пампить в цене. То есть, они будут по курсовой разнице расти. Поэтому обратите внимание на ОФЗ 29,006. Там примерно ставка доходности около 7%. Я вчера тоже посмотрел. Я, честно говоря, удивился. 6,80% завтра будет купонная отсечка. И... Да, завтра, 5 августа. И завтра можно будет при желании приобрести ОФЗ не по 1000, сколько там, 78 рублей, да? А по 1040 рублей. Там купон 38 рублей получается. Или 39, честно говоря, я уже не помню. Ну, короче, 1039-1040 рублей может будет облигация приобрести. Я вот тоже думаю, за ТрофЗ можно было бы подкупить. Опять же, со спекулятивной целью. Почему бы и нет? Второе. Сахибзад на говорит то, что... Отметим, что особенность текущего момента это высокая неоднородность развития ситуации с пандемией и с мячением ограничить меры в России, в мире и в разных регионах и разных отраслях. На самом деле так и есть, потому что ситуация с пандемией пока еще вообще непонятна. Прогнозировать ее смысла нет. Новый процент заболевания начался. Но вот закроют ли экономики вновь, это вопрос остается открытым. Потому что определенные страны, скажем так, где пытаются удержать, как говорится-то, властные структуры, там свои места, там могут разного рода ограничения вести. Почему? Потому что недовольство как-то сократить. Что это за страны? А, вон, посмотрите в мире, что происходит. Как говорится, головы посоображать и поймите все. Поэтому все может быть. Все может быть. Просто ждем, надеемся на лучшее и верим, как говорится. Но при этом руку держим на пульсе и в случае начала шухи придется весь капитал вводить в кэш. Ну, то есть, все активы продавать и вводить деньги в наличный капитал. И третье, с точки зрения решения по ключевой ставке и перспективу денежных кредитной политики, более важен среднесрочный взгляд на динамику цен и экономической активности с учетом устойчивых факторов, экономика будет возвращаться к своему потенциалу постепенно, в связи с чем будут преобладать дезинфляционные тенденции. То есть, тут тоже я сделал скриншоты из документа по ЦБ, тоже можете почитать, ознакомиться. Тоже очень много важной информации. Далее переходим ко вчерашнему обозрению новостей, которые я пустил вечером. Норвегия вводит ограничения на круизное сообщение после вспышки коронавируса. То есть, кораблям более чем со 100 пассажирами на борту останавливаются в норвежских портах и не позволять пассажирам экипажу сходить на сушу. То есть, вот есть такая компания американская, карнавал, да? Карнавал этот. Я тоже на эту компанию поглядываю. Почему? Потому что когда откроют экономику, когда откроют страны, такие компании круизные, авиакомпании, их будут активно пампить в цене. Почему? Потому что они самые лютые аутсайдеры и России, в принципе, есть куда. Но, коль уж мы видим, что круизный сектор еще, как говорится, в заднице, да, то, как говорится, пока ничего хорошего в этом секторе нет. Ловить тут особо нечего. Поэтому, ну, блин, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, придется про Карнивал на какое-то время забыть, но, опять же, следить за новостями, потому что, хоть какие-либо намеки будут на открытии границ, блин, спекулятивно надо покупать в любом случае, потому что там апсайд 200% от нынешней цены. Это как с кодеком, да, плюс-минус получается. Хотя, в кодеке там был, например, полтора-полторы тысячи процентов роста буквально на неделе предыдущей, позапрошлой и прочее. Ну, тут тоже апсайд хороший, можно на этом тоже спекулятивно заработать. Далее, Роснефть за ограничение по сделке ОПЕК+, остановил добычу нефти на проекты Сахалин, море, нефтегаз, сообщили в компании. Далее, по поводу индексов ПМА и деловой активности в промышленном секторе. В США это 50,9 пункта, предыдущий был 49,8 пункта. То есть, экономическая деятельность в промышленном секторе постепенно восстанавливается. В Европейском Союзе 51,8 пункта, предыдущий был значение 47,4 пункта. В Германии 51 пункт, предыдущий был 45,2 пункта. В Швейцарии и Италии Швейцарии ПМА 49,2 пункта, предыдущий был 41,9 пункта. В Италии 51,9 пункта, предыдущий был 47,5 пунктов. Короче, в промышленном секторе экономика постепенно идет на восстановление. Вот именно в текущий момент времени. Про будущий момент времени пока говорить немного рано, потому что неясны ситуации с коронавирусом, то есть, с экономическими его издержками. Как будут бороться именно на предприятиях, потому что сейчас у всех в мозгах именно сидит вообще у любого бизнесмена, у любого государства, потому что государство диктует бизнесу, как поступать в текущей мере, а бизнес думает, как бы, блин, сохранить свой бизнес, не попасть под шрафные санкции, да, то есть, в стиле того, чтобы не пойти поперек деятельности государства. и поэтому, как они будут социальную дистанцию там соблюдать, да хер его знает, как бы, опять бы все не стали закрывать. Это и напрягает. Далее, важная информация про ФРС, то, что ФРС готовится отказаться от превентивного подъема ставки для сдержанной инфляции и смягчит подход к целевому показателю, об этом сообщили в Интерфакс, то есть, ФРС готовится отказаться от стратегии, предусматривающей превентивное увеличение базовой процентной ставки с целью предотвращение подъема инфляции на 2, выше 2 процентов целевого показателя. Короче, если рост инфляции начнется, то ФРС, как говорится, руки помоет, да там, а полотенце вытрет и скажет, мол, действуйте сами, то есть, ставку понимать они не будут. И рост инфляции, самая-то очень интересный сценарий для рынка, в первую очередь для сырьевых, ну, то есть, они будут дорожать в своей цене, то есть, будут дорожать. Так что, по крайней мере, до окончания текущей рецессии, а рецессии станут завершиться, может, только в середине 21-го года, вот нынешняя мировая рецессия, то ставку ФРС поднимать не будет. Так что, новость, в принципе, хорошая. Далее, переходим к анализу рынко-техническому. Начнем с индексы РТС, в принципе, какой диапазон вчера торгов я называл, такой диапазон и осуществился. Сегодня, учитывая умеренно позитивный фон, у нас будет диапазон 1247-1268, вот здесь вот. Так что, фон, в принципе, позитивный и расти в пределах вот боковика по нашему долларовому индексу РТС, в принципе, есть куда. По крайней мере, тут все возможные гэпы уже перекрылись на уровне 1235 пунктов, да, и стоим вблизи нижней границы этого боковика. По ММВБ-индексу, то есть рублевому индексу нашего рынка, блин, ситуация в следующем. Пробили боковик, идем в пределах восходящего тренда, ну, в принципе, как все и в РТС, но тут мы боковик пробили вверх, и это хорошо. Вот, и в чем факт, закрыли гэп, первый гэп на уровне 2900 пунктов, у нас имеется также гэп на уровне 3100 пунктов, но пока о нем говорить немного рано, потому что сейчас стоит цель именно на покорении уровня 2965-3000 пунктов, вот именно сюда. в принципе, в этот диапазон цель и стоит не в точку 3000, а именно в диапазон 2900-63000 пунктов, куда мы, в принципе, и бьемся. Наш индекс постепенно перегревается, отмечу сразу, в рынок подступает опять эйфория, это первое, первое, третье, вот, осцилляторы это прекрасно подтверждают, и по рынку прекрасно наблюдаем, что что-то как-то палку перегибает уже с этим позитивом, поэтому какая-либо потом, после этого выноса коррекция, в любом случае состоится, то есть, наш индекс, конечно, V-образно восстанавливается сейчас, его максимум находится на уровне 3220 пунктов, но, по крайней мере, первая цель, глобальная цель, 3000 пунктов, взять ее, как говорится, все, это важно. Далее пара, а что-то я не понял, рубль-доллар, что-то как-то в последнее время терминал тупит, тупит этот трейдинг-вью, блин, напрягает на самом деле. Вчера цена была закрыта на поддержке 73 рубля 8 копеек, да, смотрите, в чем факт, есть гэп на уровне 7260, это первое, имеется околоформация голова и плечи, то есть, учитывая то, что сейчас внутри дня очень сильно придавили доллар, да, то тут будет, скорее всего, технический отсок, ближайшие торговые сессии, то есть, даже могут сегодня закрыть все-таки этот гэп на 7250, да, потом отскочить от него, протестировать 7390 и отправиться вниз, вплоть до нижнего граница восходящего канала. Вот, пока расход именно такой, я лично пока валютную позицию держу, но думаю, что на этом отскоке под формирование второго плеча для этой формации может быть и стоит будет из доллара выходить, потому что ну, пока я ничего не тверждаю, но думаю, мысли такие, конечно, подступают в голову, там уже по ситуации мы это увидим, так что сегодня вполне вероятно, что будут закрытия данного гэпа, учитывая, опять же, внешне позитивный рыночный фон. Далее пара евро-рубль, как, в принципе, я ранее и высказывал свое мнение, будет переход на уровень 88-42 рублей и с дальнейшим откатом, почему? Потому что данное сопротивление стратегическое и вот здесь просто такая дилемма, скажем так, выше идти нельзя, ниже пока идти тоже, почему? Потому что производится только капитал с нашего рынка, но технически валютная пара очень сильно перегрета, оп, оп и вот прекрасно видно по объему та же самая хрень. Я пользуюсь примерно 7 или 8 осцилляторами, чтобы увидеть полное подтверждение своих мыслей и да, они подтверждают эти алгоритмические осцилляторы полностью мои мысли. Так что стратегическая поддержка это 83-84 рубля за одну единицу евро. Вот сюда в принципе цель глобальная и стоит. Вот. Так что так, как-то именно так в текущий момент времени. Далее нефть марки Brent торгуется вблизи уровня 43 долларов за бочку нефть на поддержке. В чем суть? Суть в том, что у нас тут формируется треугольничек. Обычный формат треугольника. Скажу так, что по сути весь российский нефтегазовый сектор от рынка отстал. И вот сейчас у нас в трендах что? IT-компания. То есть их сейчас активно пампит. Поэтому когда памп там завершится, то переход будет скорее всего на нефтегазовый сектор России. Так что как говорится будьте готовы к пампу нефтегаза. Но об этом в принципе я свое мнение уже давно выражаю и думаю все понятно здесь. Сегодня будем торговаться вблизи поддержки 43 баксов. То есть пока выше идти шансов нет. Ниже идти уж извините меня тем более. Так что будем стоять будем дрейфовать. В моменте отмечу сразу то что имеем шанс прийти на уровень 50 даже долларов за бочку нефти в пределах формации двойной то есть оп но потом господа скорректироваться потому что важно помнить именно фундаментальный фактор в нефти. У нас сейчас пока переизбыток есть. Китайцы в рынок нефтянку поставляют. Сланец американский вновь начал свою работу. Сделка ОПЕК плюс подходит к завершению то есть добыча начинает даже по ОПЕК возобновлять свою добычу. Так что давление на ценообразование нефти оно в принципе есть. И пока выше 50 баксов говорит то что нефть пойдет выше этого уровня сейчас. Это маловероятно. Почему? Потому что нужно еще протестировать эту формацию двойной основания. Можно повторяюсь перейти на 50 баксов но потом прийти на уровень 38 долларов. Как бы новостной фон он уляшется на график это в любом случае. Технически туда мы можем прийти протестировать данную формацию проторговаться в боковике и потом выше тех уровней мы находимся сейчас. Потому что сейчас я об этом скажу почему так. индекс доллара потому что индекс доллара вот он начал свой процесс отскока технического отскока потому что его слишком сильно вбили в пол это видно по осцилляторам прекрасно это все прекрасно видно. Технический отскок сейчас совершается в область сопротивления 93.50 но надо отметить сразу что здесь технический у нас он крайне относительный и здесь больше играет фактор экономический вот девальвация доллара сейчас происходит именно на фоне того что фрез вершит в принципе потому что они вершат это необходимо для экономики для поддержания ее на плаву в условиях рецессии но определенный изъянный момент тут есть на недельном графике ситуация аналогична пробили 11-летнюю восходящую рейн 93.50 и торгуем теперь за ее пределами отмечу сразу то что при девальвации бакса переоценка сырья будет просто оно будет расти в цене сырье нефть газ металлургия агросектор и прочее надо помнить то что в долларе имеется цикличность в одно десятилетие он растет в другое десятилетие он падает это обычные экономические циклы это нужно реально помнить вот важно еще помнить другой аспект что в текущий момент времени рынки торгуются в условиях неопределенности поэтому в случае начала шухера в рынке просто будут народ убегать из рисковых активов там товарного рынка срочного то есть рынка фьючерсов а рынка акций облигаций они будут прибегать в доллар поэтому на фоне доллар могут локально и запампить потому что доллар пока что является мировой резервной валютой так что это тоже надо помнить вот ну пока рассад именно такой проторговку вблизи уровень 93.50 далее природный газ я вчера тоже выражал свою точку зрения о том что в предоход этого восходящего тренда скорее всего цену запампят к уровню 2.15 вчерашний анализ можете посмотреть там есть подтверждение моих слов да это произошло но теперь нужен откат именно в область поддержки 1.90 оп оп и дальше оп оп на корректоз с целью закрытия гэпа на уровне 1.49 1.50 почему потому что сейчас фундаментальных факторов именно по росту цен на газ нет никаких потому что газовое хранилище в первую очередь заполнено в Европе и перезбыток газа он существеннее сейчас чем перезбыток нефтянки в мире это вот надо помнить фундаментальных факторов поэтому сейчас газ ходит в своем боковике 1.15 1.47 2.15 и также сейчас она газ буквально на своем дне долгосрочном дне именно поддержка 80-90-х годов и также он торгуется последние 11 лет в своем боковике то есть боковик у нас получается 1.47 дефис 5.10 вот в данном формате поэтому повторяюсь имеется гэп на уровне 1.49 и вы кто торгует на товарном рынке срочном рынке то есть товарными активами вот вам цель 1.49 туда принципе цена и претер очень скоро тем более сейчас формируется паттерн перевернутый молот так что продавцы доминируют почему сильная зона сопротивления впереди 2.15 это верхняя грамма боковика и отсюда будет просто оп оп и потом откат вот скорее всего так будет потому что волновую структуру мы в предках этого канала уже построили вот пока в предках этого канала мы торгуемся проторгуемся вновь опять до уровня 2.15 после отката на 1.90 скорее всего и потом уже уйдем вниз на закрытие данного гэпа 1.49 в принципе где-то тут я и буду природного славить далее рынок золот находит теперь в своем боковике производится активно раздача позиций отмечу сразу то что все главы компании золотобывающих продают теперь свои доли почему потому что золото достигло уровня 2000 долларов за унцию ну и почти 2000 долларов на недельном графике формируется свеча неопределенности то есть идет уже борьба продавцов и покупателей на мой личный взгляд и опять же по моему личному опыту здесь просто сейчас набегает толпа хомяков которые бегут за трендом как и в IT секторе то есть не упустить бы прибыль не упустить бы прибыль но господа как показывают рыночные практики хомяков садажные бутылки очень часто и очень больно поэтому господа покупать золото по 1900 долларов или по 2000 баксов да ну нахер не сдалось вот имеется среднесрочные цели прихода золота к уровню 1700-1600 долларов да вот сюда поэтому здесь в принципе цели есть но выше 2000 баксов ну в последнее время золото пампили на фоне страхов девальвации доллара также откупали активный инфляционный ETF потому что у народа страх бабки печатают фрс сейчас будет гиперинфляция господа не будет гиперинфляции инфляция будет но не гиперинфляция это важно помнить поэтому и откат по золоту да будет рано или поздно покупать по 2000 долларов и учитывая то что сейчас Goldman Sachs прогнозирует 3000 долларов за унцию золота при этом они Goldman Sachs им ничего не стоит переобуться в воздухе господа помните что Goldman Sachs это как российский банк на буковку F который последний магеддонит или там эйфорию распускает в рынок а потом хоп и переобувается через 3-4 месяца когда цена упала вниз это вам такой наводящий фактор Goldman Sachs это как банк под буковку F российский который подставляет брокерские услуги вот к ним нужно прислушаться потому что когда они зазывают вас в ланге господа лучше ланге распродать к чертовой матери и посидеть на заборе если вы классический скажем так спекулянт если вы жесткий спекулянт то тут уже сами решайте ну и последний это индекс S&P 500 был нисходящий тренд недельный график перешли на восходящий то есть быки инициативу перехватили поэтому в текущий момент времени ну у нас как говорится проторговка идет на уровне сопротивления 3300 пунктов прикольно да прикольно почему потому что состоялось по сути V-образное восстановление путем того что вершит ФРС печатный станок поддержка деньгами экономики граждан и 5-го и 10-го вот как говорится народ уповает на ФРС ну пока все это и происходит также ФРС активно сейчас откупает мусорные активы банков вот банки об него обкешиваются то есть как и ФРС как и ЕЦБ все падение ВВП берет именно на себя вот ну это круто круто да конечно неплохо поэтому сегодня что-то позитивный фон будем торговаться в пределах уровня 3300 но с локальными откатами в область 3260 скорее всего тут опять будут откупать его вот 100 данных выходит более-менее адекватный по США по штатам американским да так что пока все как говорится в норме и особых проблем пока что нет много спадать держать руку на пульс потому что эйфория в этом рынке я думаю она долго продолжаться не станет прям какое-то супер длительное время и какие-либо откаты они в любом случае досостоятся вот и следите за коронавирусными новостями далее есть у меня пару мыслей по Сбербанку акциям обыкновенным и сейчас видите цену активно пампят здесь опять же учитывая внешне позитивный фон скорее всего ее отпампят сегодня до уровня 230 рублей здесь у нас наступает техническая перегретость оп-оп по Боллинжеру тоже мы вверху торгуемся так что какой-либо откат от уровня 230 в принципе ожидать стоит состоится в этом месяце от совета директоров рекомендации по дивидендам скорее всего выплаты те же самые 18 рублей 70 копеек это дивиденды по итогам работы за 19-й год повторяю за 21-й год в 21-м году по итогам 20-й год про дивиденды можно про большие дивиденды можно забыть они копеечные будут и в чем суть вот посмотрите внимательно вот на этот фактор вот здесь была посадка психов да их называют так вот да нет пардон вот в этом диапазоне была посадка психов то есть диапазон 230 дефис 255 вот в этом диапазоне давать психам выйти да то есть физлицам ну как-то блин не по масте рыночной это будет потому что даже учитывая то что дивиденды составят примерно 8 ну примерно 7,5 дефис 8,5 процентов годовых от нынешней цены по Сбербанку да то по сути Сбербанку уже активно запампили все дивдоходность справедлива в Сбербанке так что где-то вот здесь перед дивидендами цена я думаю и остановится где-то в диапазоне 230 240 о более высоких целях я думаю пока речи быть не может хоть и торгуемся пределы сейчас восходящего тренда и сейчас подошли к верхней грани этого восходящего тренда опять же к уровню 230 рублей поэтому где-то отсюда я думаю в скором времени откат можно ожидать вплоть до уровня проторговки 205 закрываем сейчас гэп скорее всего будем опять его закрывать сегодня сполна приход к уровню 0040 850 все мы взяли рубеж 4 копеек как в принципе ранее я и долго время говорил и в чем суть вышли мы с формации треугольника именно вверх теперь стратегически расти нужно будет на ширину данной формации которую я обвел а эта ширина у нас идет вплоть до уровня ну примерно 0050 0052 отмечу сразу то что по месячному графику у нас имеется формирование формации двойное дно по акциям банка ВТБ основание находится на уровне 0055 оп только тут поэтому спрашивая меня стоит ли брать ВТБ под спекуляции господа нет не стоит почему потому что ВТБ нужно брать под инвестиции когда я говорил то что здесь вот на уровне 0031 дефис 038 идет набор позиций мало в это кто поверил но это господа уже ваши личные проблемы меня это вообще никак не касается потому что я уже давно сижу в позициях по ВТБ и говорил то что здесь находится истинное дно кто не купил тот опоздал вот имеется формация треугольника имеется такая формация треугольника и здесь поэтому сейчас в августе будет тоже на обсовете по ВТБ где огласят дивиденды руководства банка может быть даже тут стоят ступо инсайдеры сейчас вот в этот имитент поэтому когда я мнение свое выражал что ВТБ желательно покупать ниже психологической отметки 4 копеек ну вот я лично это и покупал поэтому выше 4 копеек в ВТБ покупать нет никакого смысла это психологический рубеж все от этого уровня надо держать его потому что тут в ВТБ именно реакция рынка такова 4 копейки это психологический рубеж именно 4 копейки это не моя реакция это реакция рынка такая и я это прощупал давно так что держу в принципе на этом все опять получился ролик на полчаса честно говоря мне это конкретно достало такие длинные ролики делать каждое утро надо как-то его сокращать и вопрос как сократить нужно подумать фон на сегодня у нас в принципе позитивный Азия в плюсе фьючерсы на США из плюсе нефтянка торгуется у 43 баксов поэтому боковик по нему тоже можно ожидать по нашему рынку мы сегодня тоже можем неплохо так порасти вот целевая граница ММВБ это 3000 пунктов потом уже господа в любом случае хоть откат будет я вот не сомневаюсь потому что эйфорий подступает к нашим трейдерским границам скажем так вот на этом все подписывайтесь на канал биржевик канала рынке акций у нас основы биржевой торговли аналитика обзор акций облигаций технически фундаментальной а также торговые идеи которые охуенно выстреливают но рекомендации не являются у нас они публикуются на телеграм-канале биржевик ссылочка находится здесь вот где вот всплывает ссылочка у нас имеется в контакт группе биржевик и там в этих двух группах каналах то есть публикуется мнение аналитика обзор акций облигаций технически фундаментальной торговые идеи которые рекомендациями не являются в виде технического анализа Дальше по ходу цены куда-либо Вот И прочее, что необходимо знать инвесторам и трейдерам Спекулянтам, то есть, также у нас имеется Второй телеграм-канал, это биржевик банки Где публикуются новости, чисто про банковский Сектор, поэтому полезно будет Его ознакомить, с ним ознакомиться Всем тем, именно клиентам Банков, блин, потому что многие даже не знают Как формируются процентные ставки, многие не понимают Что такое инфляция, многие не понимают, как Банков разводят, короче, господа На биржевик банки подписывайтесь, там будет Откровенная правда про банковский сектор, про Фундаментальную его тематику, про клиентскую Тематику, про кредит, страховки Там, не знаю, договоры Вклады банковские, короче, все Что связано с банком, там я это и публикую Помните, что мы все обречены На прибыль, лишь время и грамотная Стратегия нашей главной союзники На этом все, благодарю за внимание И до свидания Всем удачной торговой сессии